Без галстуков и отписок. Обсуждать проблемы ульяновцев и находить пути для их решения отныне будут на единой площадке. В областной столице открыли штаб общественной поддержки «Единой России». В первый же день новое партийное пространство объединило больше ста человек. Молодежь, волонтеров, военнослужащих, пенсионеров – место нашлось для каждого гостя. Формируя сеть штабов общественной поддержки партии «Единая Россия» на территории страны, мы сможем посредством этих штабов реализовать общение всех категорий граждан и всех регионов. Одновременно открылся подобный штаб и в Кемеровской области. Связь с Ульяновском коллеги поддерживали через телемост. До конца года партия планирует настроить работу подобных площадок общественной поддержки еще в 23 регионах страны. Самое главное, что «Единая Россия» не боится общаться людей с этими проблемами. Проблемы во всех странах есть. Я во многих странах мира был, но их надо решать. Проблемы будут решать не только политические. Партийцы готовы помочь в вопросах благоустройства дворов, занятости в центрах активного долголетия, оказание первой медицинской помощи в зоне СВО. Кроме того, на площадке организуют пункт приема гуманитарной помощи для бойцов. Люди будут сюда приходить с разными вопросами. Кто-то будет приносить гуманитарную помощь, потому что потребность у людей прикоснуться к победе очень велика. Прикоснуться к тому, что происходит там в зоне СВО. Поэтому кто-то будет приносить книги, кто-то будет приносить то, что купил за собственные деньги, для нужд именно бойцов. Помогут и молодым дарованием, специалистам и двигателям прогресса региона. В штабе будут работать площадки для проведения профильных семинаров. Моя все-таки, так сказать, кафедра, образно говоря, это вопросы производства высокотехнологичного, инновации, запретений, прикладная наука. И в этом смысле я хочу сказать, что у Лернсона повезло, потому что здесь, как я в шутку говорю, может быть нет газа и нефти, зато здесь мощный человеческий капитал. Чтобы сохранить тот самый капитал и помочь ему развиться, одних советов мало. Нужна соответствующая инфраструктура. Город должен привлекать молодых специалистов. Эта задача во многом ложится на плечи главы Ульяновска. На втором этапе 36-й конференции Ульяновского регионального отделения партии провели предварительное голосование. Глава региона Алексей Русских обратился к делегатам конференции «Единой России» по видеосвязи. Губернатор предложил поддержать кандидатуру исполняющего обязанности первого замглавы города Александра Балдакина на предстоящих выборах мэра. Прежде чем принять решение, я сам себе задал вопрос, почему я выбираю свою кандидатуру. Во-первых, я знаю городское хозяйство. Глава города – это не политик, это хозяйство. В том состоянии, в каком находится сейчас Ульяновск, ему нужен именно хозяйство. На данный момент у Александра Балдакина пять конкурентов. Кто из них лучше, решат депутаты городской думы. Точная дата выборов пока не оглашена. Александра Никитина и Геннадий Бухтояров. Управда. ТВ.